Мисс Беларусь! Макияж в стиле нют, высокие каблуки, обтягивающая одежда и дефиле – это главные ассоциации самого красивого конкурса в Беларуси. В этом году поиски самой привлекательной брещанки состоялись в городском центре культуры. Девушки с выдающимися внешними данными одна за другой выплывали из-за ширмы. Каждая из них старалась покорить экспертов глубоким внутренним миром, харизмой и, конечно, внешними данными. Это очень престижный конкурс. Почему бы не показать себя, свою внешность, свой рост? Кроме внешней красоты, должна быть внутренняя красота. Конечно же, девушка должна быть милосердной, доброй, отзывчивой. Конечно, строгого соответствия параметрам 90-60-90 уже никто не требует, но критерии все же были. Стандартные. Возраст от 18 до 24, рост не ниже. 174 сантиметров, отсутствие тату и пирсинга. Девушка должна быть без детей и штампа в паспорте. Всего порядка 20 участниц. Среди девушек есть будущие инженеры, преподаватели иностранных языков, танцовщицы. Эксперты расспрашивали о талантах и увлечениях, проверяли интеллектуальные способности. Заявок было огромное количество. Отбирали, потому что, понимаете, провести с большим количеством очень тяжело, но все же отобрали достойных людей, мотивированных. Только по взгляду можно было понять, для кого такие кастинги в новинку, а кто чувствует себя здесь в своей тарелке. Юля Иовлева не боится камеры, уверенно шагает по подиуму и чувствует свои выгодные ракурсы. Для нее конкурсы красоты не в диковинку. Первый мой опыт был в городском конкурсе Бреста в 2016 году. Я стала победительницей конкурса «Мисс Весна». На самом деле такая победа вдохновила меня на то, чтобы пойти дальше по, так скажем, такой лестнице и попробовать себя в этом направлении. Конкурс «Мисс Беларуси» – это конкурс возможностей, это возможность показать себя, это возможность получить новый опыт, познакомиться с новыми людьми и в дальнейшем, если посчастливиться, представлять свой город Брест на республиканском уровне. В областном этапе конкурса, который состоится в феврале следующего года, в Брестской филармонии поборются семь девушек. Продолжение следует...